Совсем недавно сферу такси перестало лихорадить от законодательной бомбы в виде 69-го закона. Лишь некоторое время назад, после многочисленных обсуждений и поправок, перевозчики увидели преимущество нормы. Благодаря желтому закону в отрасли должны были остаться только профессиональные таксисты. Бомбилам же работать в его рамках было бы невыгодно. Но вот готовится новый законопроект, который может разрушить это хрупкое равновесие. Закон уже принят в первом чтении, но профессиональное сообщество нововведением не обрадовалось. Почему мы считаем, что он вредный? Дело в том, что одна из норм этого законопроекта направлена на то, чтобы полностью вывести из-под ответственности организаторов перевозок такси, диспетчерской компании такси или службу заказа такси. То есть, понимаете как, если такая норма будет в итоге принята, на самом деле ни одна компания такси никогда не будет нести ответственности ни перед пассажиром, ни перед законом, ни за какие правонарушения, совершаемые самой этой компанией, либо теми сотрудниками, которые с ней сотрудничают. Речь идет в основном о так называемых службах заказа такси. Их и сейчас сложно привлечь к ответственности, как, например, обычные службы. Юрлицо, как правило, зарегистрировано в другом далеком городе. И ответственность берет только за передачу информации исполнителю, то есть таксисту. При этом не отвечает за состояние водителя и его транспортного средства. Они работают и с нелегальными таксистами, больше того, большей частью, на самом деле, как раз организаторами нелегального извоза являются именно такие вот компании. Для пассажиров, на самом деле, я вам приведу просто очень простой пример, который буквально в городе Иваново прошел вот три недели назад приблизительно, когда женщина вызвала такси одной из сетевых компаний, которые у нас в городе представлены. На этой автомашине она поехала по своим делам, машина попала в аварию, женщина на сегодняшний момент находится госпитализирована серьезными травмами. И дело в том, что выяснилось, что водитель, который находился за рулем, он был лишен водительского удостоверения. И компания на сегодняшний момент, вот именно компания, не будет нести совершенно никакой ответственности, даже в судебном порядке эта женщина не сможет получить компенсации никакой. Вместо того, чтобы обуздать диспетчерские, поставить их в жесткие рамки, закон освобождает их от всякой ответственности, по сути, поощряя нелегальную работу. Проверить это легко. Звоним в одной из сетевых диспетчерских служб. Добрый день, я вам звоню по поводу трудоустройства. Честно сообщаем будущему работодателю о том, что имеем сомнительный водительский стаж, старое авто, но огромное желание заработать. И получаем приглашение с документами в офис, расположенный, как ни странно, в квартире. Вы можете оставить свой номер телефона и имя. Я всегда мостешу оператора. Также вы можете подъехать по адресу Дунаева, 36, классира 62. Вот так за несколько минут любой может стать таксистом. А разве не с этим боролся пресловутый «желтый закон»? И вот побочный эффект безответственности сетевиков, нашумевшее видео под названием «Тариф-аватар». Так перевозчики учат своих пассажиров впредь оплачивать проезд. А это уже местное, ивановское творчество. Автор ролика вызывает такси. Диспетчеры в другом городе спокойно принимают заказ. На буксировку верблюда. И даже сам водитель не возражает против контакта с природой. Верблюд, у него же копыты не шипованные, правильно? То есть километров 30 больше ехать не надо. Ну, понял, понял. Ну, вы со мной поедете, надеюсь, да? Там ГИБДД с тобой поедет, ты чё? Нифига себе, блин. Тут весь город в Соке будет. Ну, ну, ладно, хорошо, понял. Я сейчас подъеду, по-моему, уже. Там где заправка, там ворота, там звонок, там звонок, вот. Позвонишь, значит, смотри, два верблюда стоят. Виторган и Василий. Наш, который Василий, понял? Ага, а там подписаны они, да? Да. Сейчас сетевые фирмы почти полностью вытеснили с рынка перевозок старые добрые службы такси. А ведь именно они были фундаментом соблюдения законодательства. Чтобы мне выйти на линию, нужен путевой лист. То есть я подъезжаю к механику, он осматривает машину на наличие. То есть, ну, он не то, что там внутрь куда-то залазит, что, ну, исправно. Основные агрегаты в рабочем состоянии. Вот, и также медика, то есть на наличие, грубо говоря, алкоголя, да? Что я трезвый, и давление меряют. Михаил в такси уже больше четырех лет. Работает в крупной ивановской службе, притом абсолютно легально. Уверен, так спокойнее, да и скрывать нечего. Есть большой водительский стаж, новенький автомобиль. Поэтому безопасность пассажиров прежде всего в его интересах. Работа таксиста – это в первую очередь внимательность. Вы сами знаете, какая сейчас ситуация на дорогах. То есть надо глаз да глаз. Вот, и, конечно, некоторые пассажиры бывают, попадаются, что… А давайте побыстрее, а давайте нарушим. То есть я не приверженец такого метода работы. Потому что, во-первых, и моя безопасность, и безопасность пассажира. Вот, и, не дай бог, тоже ДТП. Это потеря моего времени, моих денег. Вы сами знаете, как ГАИ у нас приезжает. Время, деньги для таксистов особенно. Но истязать себя многочасовой работой Михаил не хочет. Хотя именно так работают конкуренты-бомбилы. Раньше просто, да, были графики. Ну вот, с приходом вот этих сетевых служб. Графики все как бы отменили, потому что свободный график всех устраивает. Это каждый водитель для себя решает. То есть я работаю где-то с утра выхожу, пять часов работаю, и вечером часа четыре. Ежегодные отчисления в налоговую, пенсионный фонд, а также ежедневные траты на медицинский и техосмотр, бензин. Но работать становится все более невыгодно. В основном как раз из-за сетевых компаний. Два года назад вот последний раз тариф подняли, а вы сами знаете, за два года и бензин, и вообще цены поднялись на все. А мы как вот работали, так и работаем пока. Это вот основная причина, из-за чего цены не поднимают, потому что службы боятся, что сетевики наоборот. Вот цены опустят, то есть демпинговать начнут. Не так давно на просторах интернета появился еще один Ивановский ролик. Водитель авто, также легальный таксист со стажем, повидал множество различных ситуаций. Но вот с таким наверняка столкнулся впервые. Такую реакцию у женщины вызвал отказ перевозчика открыть левую заднюю дверь, заблокированную в соображении безопасности. Откройте мне дверь, я сяду сзади. Дверь специально заблокированная. Мне надо сесть сзади. Или непонятно. Так, покиньте салон, если не хотите ехать. Сейчас будем звонить диспетчерам. Поехали. Ремень не надо дергать, он потихонечку вынимается. Я не могу его сделать. На протяжении всего, не самого близкого маршрута, из Кохмы до центра города, пассажирки наперебой оскорбляют таксиста. И даже угрожают ему. Я боюсь бесплатно. В ответ терпеливое молчание. Таких таксистов, профессионалов своего дела, помнящих еще рации и таксопарки, становится все меньше. Из отрасли их выживает новое поколение перевозчиков. Грубых, хамоватых, порой даже опасных для своих пассажиров. Нередки в последнее время сообщения о грабежах, совершенных бомбилами. Но главное, что закон идет навстречу именно им. И против профессиональных таксистов.